МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомере отбулося поширенное посаджение президиума областного комитета Белорусского профсоюза работников адукации и науки. Головное питание подведения выника у работы по подрыхтовке до святкования Дня Перамоги. На мероприемство, якое прошло в средней школе номер 69, запросили ветеранов Великой Чинной войны, яке свое послевоенное життя присвятили адукации. Для ветеранов войны, запрошенных на посаджение, гэта добрая махчымасть знов собраться разом. Обмерковать минулые и сёняшние падеи. Яны уже долгий час не выкладают, але их парады и пропановы заусёды каштолные для молодых наставников. На выходе у школы усіх военными мелодиями сустракал оркестр. Далей у вазе гостей представили выставу зброи и фото документов. Головным подарунком ветеранам стала презентация книги «Педагоги-солдаты Пирамоги», у якой описаны лёс кожного з их, і кожный отримав заповетный екземпляр. Традиція Гомельского областного комитета – есть издание книг. Мы недавно презентовали книгу «Педагогические династии Гомельщины». Сегодня новый наш такой проект большой «Педагоги-солдаты Победы». Говорю об этом с гордостью, потому что 63 судьбы мы открыли, описали, рассказали. Миколай Таланко у профессии наставника присвятив 45 годов своего життя. Долгий час працевал у Полоцку, а потом разом с жёнкой переехав у Светлогорск. Зусім недавно выпустил книгу «Успамины фронтовика-педагога». Первый бой, в атаку пошли на танках, и первый бой на Украине состоялся. Освобождали Украину. Ой, летели, как снаряды пчёлы, как улей летел. И потом взвелась красная ракета, и мы пошли в бой. Шмат эмоций и переживаний так само и в работах у дельников областного конкурса «Тобе – Великая перемога». У сего было представлено больше за 100 материалов и доследших работ на военную тематику. Сирот переможцев – представники советского района Гомеля. Они кажут, что наведали 27 ветеранов войны и педагогичной працы и записали их «Успамины». У нас есть ветераны, у которых папа был начальником охраны, личной охраны Сталина во время Ялтинской конференции. У нас есть люди, которые за освобождение Москвы получили орден Боевого Красного Знамени. Эти люди не просто отвоевали для нас мирное небо над головой и были наставниками не только в школьном жизни своих вушников. Они учили любить, оборонять и гонориться своей родимой. И никогда не будет лишним в очередной раз выказать им щирое «Дякуй». Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». «Живая память моей семьи». Выдание с такой назвой меркуется презентовать у Гомеля 8 мая. Материалы для проекта собрали библиотекари в области. Кончатковый выгляд – оповяданием, заснованным на документальных материалах надалі у областной универсальной библиотецы. По великим рахунку книга «Живая память моей семьи» выник 20-годовой реализации у библиотеках региона специальной кразнавчой программы. В ее рамках отрималось записать вспоминные не только непосредных удельников боев и агвера у нацистского режима, але и их нашатков. Аутарский коллектив неутойвая. Собранные оповядания не позбавлены мастацкой просовки. Али ад гэтага яны не стали менш правдивыми. Урешті гэты адна з метаў проекта. Материал павінін хваляваць. І подштруховаць деперасансавання трагічных сторонок великой Айчынной. А таму кожну спамін об фронтовых эпізодах. Дейнасті партизан і житці ў акупаціі вытраманы ў духу жорсткай правды. Так было, і аб гэтым неабходна памятаць. Как в самом начале войны отбивали налёты на аэродром немцев. Опять-таки, когда раненый стрелок сидит, привознемогая боль, он сражается и он побеждает, невзирая ни на что. То есть каждый эпизод по-своему интересен и по-своему цепляет. Та же история с жителями на оккупированной территории. Когда немцы забирали домашних животных, корову в частности, выгоняли, и женщина понимает, что без этой коровы в первую очередь её дети могут погибнуть, малолетняя. Она бежит на край села к своим крикам. Корову эту зовёт, корова слушается, возвращается назад, они уходят, ожидая выстрела в спину, выстрела не происходит. Примеркованны до годовины перамоги проект «Живая память моёй сямьи» аналогов у Беларуси немая. Подайголовная задача – показать, что и про 70-ти годзів Великая Айчынная по-ранейшему застаётся у памяти покаленьев. Тых, кто пережил войну. И тых, кто ей николи не башил. Презентация книги запланована на 8 мая. Мы сами уходили в эту историю, в эту эпоху, в этот сюжет и погружались настолько глубоко, что чувствовали себя соучастниками происходящих событий. И перед нами это всё проходило перед глазами, пропущено через наше сердце. Поэтому эти строки, они нами в какой-то мере тоже выстрелят. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Євген Макеенко, Телерадиокампания «Гомель». Как Гомельщина рыхтуется означать «День перемоги», следите программу на телеканале «Беларусь-2». По час эфиру будет працывать телефон про моей линии. Поведомить об хвалючих проблемах, выказать конструктивные пропоновы можно по номеру 77 68 45. До других тем. Принцип державно-приватного партнерства в «День-Ни». На Гомельщине организовали встречу керавников бойных промышленных предприятий и представников малого и среднего бизнеса, которые являются резидентами Гомельского технопарка. Что с этого отрималось, ведает Алексей Сенцюров. Организовать эффективное взаимодействие. Миноведо так можно окрестить головное питание по раду дня поширенного посадения Совета областного союза наймальников. У нас есть предприятия, которые занимаются модернизацией, есть специалисты, которые могут выполнять необходимые работы на вельми высоком узровне. Но часто об исновании один одного они даже не догадываются, хоть и живут в одном городе. Гомельский технопарк основал всего около трех с половых годов, но их так часто хотела, чтобы доказать эффективность такой формы работы с предприятиями малого и среднего бизнеса, некоторые начинали с двух специалистов в штате, а сейчас уже имеют властные офисы и работают в промысловых масштабах. На сегодняшний день резидентами технопарка являются 18 организаций, их среднесписочная численность порядка 140 человек. Но это только начало, я думаю, что мы сможем где-то до 300 рабочих мест, мы видим, что мы здесь можем разместить на наших площадях. Спектр деятельности резидентов Гомельского технопарка достаточно широкий. Это компании, которые работают в сфере IT-технологий, займаются пытаниями энергосбережения и перепрацовкой промысловых откодов. При этом все разумеют, как сначала заявить об себе, а потом вытримать жесткую конкуренцию, часто с ознакомительными замежными фирмами, необходимо ответить самым высоким потребованиям. Подчас встречи керевников предприемцев с резидентами Гомельского технопарка у якости прикладу приводится товариство «Прам-автоматика», специалисты, якого займаются автоматизованными системами керования на разных вытворчислях. К нам приезжало представительство компании «Данфас» из Москвы, они там привода свои хотели, пошли посмотрели шкафы, что мы с вами говорим, о, так у вас такие красивые шкафы, у вас сборка тут такая, типа все. А можно у вас под проекты там российские привлекать какие-то? Мы говорим, ну, конечно, можно, почему нет? По областным союзе наймальников кажуть, что сегодня предприемства региона готовы больше активно супрасовничать с зайчинными партнерами. В якости плюсов называются высокий интеллектуальный потенциал наших специалистов и необходимость займаться импортозамещением. Белорусские распроцовки часто, як минимум, не горши за замежные аналоги, але при этом больше таны у вытворчатся и обслуговании. А тому у планах союза выучение потенциалу, дзеючих на гомщине малых и середних предприемств, проведение поширанного посаджения у технопарку, в этом сенсии только початок. Кто-то слышал, что существует технопарк, но какие там предприятия, чем они занимаются, чем могут помочь сегодня и промышленникам, и строителям, и всем остальным. Поэтому и решили провести на базе именно технопарка и показать предприятия технопарка, что они сегодня могут. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Сегодня у Гомеля вызначатся переможцы пятого международного турнира по футболе серо-студентских команд «Кубок Героев Чарнобыля». Нагадаем, в поборницах, которые проводятся на стадионе 8 из Дюшар по улице Сожской, принимают сюда четыре команды – с «Гомеля», «Киева», «Орла» и «Кишинева». У стартовым поединку турниру гомельчане разгромили Молдаван с ликом 5-0. После этого на поле сустракалися российская и украинская команды. Крыху спортнейшими оказались и россияне – 2-0. Напереды студенты из «Орла» вышли супраць господару у турниру. У партая «Братьба» скончилась с ничейным ликом 1-1. В след за тем, Молдаване у поединку с украинцами были биты еще мощнее, чем у первый день 7-0. Таким чином, после двух дней «Гомель» и «Орл» набрали однольковую колькость очков – по 4. Але по рознице забитых и пропущенных мячоу гидируют гомельчане. У Киева 3 баллы, «Кишинева» очков не набрал. Сегодня, у расшающий день, Молдаван проэкзаменуют россияне. Початок матчу у 10-1, а у 11-45 белорусы сустренутся с украинцами. Взять Украину и Белоруссию, все одного плана команды, хорошие команды, уровень хороший. В принципе, все накалы сами видите. Мы отставим звание чемпионов. Другие команды хотят, наоборот, стать чемпионами. И на этом наш ранешний выпуск завершенный. Доброго всем дня и до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok